Окраска пикрофуксином по вангизону, увеличение 400 Много новых сосудов микроциркультурного русла В некоторых все-таки еще наблюдается стаз Поэтому происходит снижение воспаления Это последний уже период В случае твердой мозговой оболочки к этому сроку Обычно нет уже никаких признаков воспаления Вот это для нас один из ключевых препаратов Через 7 дней после операции Окраска гематоксилином и эозином, увеличение 100 Это зона установки твердой мозговой оболочки Прямо в середине препарата, по всей его высоте Препарат поперечного среза зуба, связки зуба, кости альвеолы и мягких тканей Новая губчатая кость, мы видим, образуется в месте установки твердой мозговой оболочки В зоне активности надкосницы, которая отделена линией цементации От нативной кости челюсти Новая губчатая кость Надкосница утолщена заметно В несколько раз По всему объему И активно работает и делится Это тоже мы наблюдаем Идет формирование новой костной ткани И погружаются новые клетки Остеобласты В межклеточное вещество Глубоко И имеет кость характерную трубикулярность Трубикулярное строение Мы наблюдаем также Клеточные отдельно Клеточные комбиальные и волокнистый слой надкосницы Как раз вот в месте полосочек стрелок Указывающих на Комбиальный активно делящийся слой И мы видим зону волокнистого слоя Также, которая четко дифференцируется И идет образование активно коллагеновых волокон наружу И уплотнение Волокнистого слоя надкосницы Фибробластоподобные клетки мы видим И волокна коллагена активные Идет активная воскулиризация мягких тканей Левее Там, где была хирургическая травма Слизистого надкосничного лоскута Мы видим сосуды, срезанные под разным углом Разного диаметра и толщины Но признаков воспаления здесь уже нет Идет активный процесс регенерации Это увеличенный препарат на 400 Как раз гемотоксилином и иозином Того, что находилось вестибулярно В зоне операции предыдущего препарата Множество сосудов мы видим Они не все полнокровные Что говорит, что признаков воспаления уже нет И волокна вновь образованного коллагена Имеют характерное нитевидное строение Присутствует много фибробластоподобных клеток Как мы видим, веретиновидных И регенерация мягких тканей Идет очень активно после операции На данном сроке после операции Процесс восстановления тканей Мягких тканей, он соответствует норме Как если бы операция была без использования Пластического материала То есть это по сути нормальный результат Хирургической постоперационной травмы Препарат мягких тканей Через 14 дней после операции В зоне установки твердой мозговой оболочки Абсолютно идентичная картина К тому, что мы видели раньше Мы видим линию цементации Уже вновь образованную кость Она компактизируется О чем говорит нам характерное строение Здесь уже формируются остеоны Структурные единицы Мы наблюдаем, например, в середине препарата Чуть левее и выше От самой левой стрелки Где идет образование остеонов То есть сосуд находится уже в канале И окружен клетками и остеоцитами Зрелыми, погруженными в межклеточное вещество Мы видим, что активность надкосницы уже уменьшается Она остается тоньше И четко отделим волокнистый слой надкосницы Покрывающий ее кнаружи О чем говорит интенсивность окрашивания коллагеновых волокон Их ориентация в пространстве в одном направлении Характерный внешний вид плотной массы О чем говорит, что активность надкосницы уже снижается Ну и тут еще идет восстановление тканей Их дифференциация И препарат мягких тканей Через 28 дней Увеличение 100 окраска гематоксилиным и азином Все соответствует также предыдущему препарату И аналогично препарату, показанному ранее Здесь уже активность надкосницы упала Мы видим увеличенный объем кости Компактный Но здесь еще не образуется сосуд в канале Он лежит, сосуды все лежат в толще кости Мы видим, что активность надкосницы снаружи Она существенно уже уменьшилась Толщина слоя клеток 2-3 В отдельных случаях 4 И характерная ориентация Поперечная на поперечном срезе Соединительной ткани Которую мы видим кнаружи от указывающих стрелок На основании проведенного исследования Представленного в настоящем докладе Мы можем определить следующие результаты Первое, во всех группах исследования Как в группе контроля Так и непосредственно исследования Комплекс тканей формируется повторно Но в группе контроля он формируется В пустой полости в строме Как и должно быть по учебнику А в группе исследования Путем биодеградации материала Твердой мозговой оболочки И замещения на этом месте Формирование новых тканей Костной и соединительной Везде, где пластический материал Был установлен субпериастально Формируется новая костная ткань А где располагался вместе окружен Мягких тканей в толще соединительной ткани Там формируется новая соединительная ткань Поэтому окружение очень сильно влияет на то Что образуется из пластического материала Аллагенной твердой мозговой оболочки Утолщение биотипа десны При этом, что интересно Происходит в значительной мере За счет просто травмы от операции То есть отслаивание полнослойно расщепленного лоскута Уже стимулирует само по себе Утолщение биотипа десны И формирование новых сосудов микроциркуляторного русла А также частично происходит За счет пластического материала Расположенного в зоне отсутствия надкосницы Или в толще мягких тканей Сроки регенерации и замещения Новыми тканями в обеих группах Абсолютно сопоставимы и одинаковы Реакция на операцию сопоставима во всех группах И связана с хирургическим вмешательством А не с использованием пластического материала Что подтверждает и клинические результаты Которые мы наблюдаем последние 12 лет Активно используя твердую мозговую оболочку Аллогенный имплантат ТМО Как показало гистологическое исследование Стимулирует осификацию Образование кости При этом происходит в более ранние сроки При этом воспалительный процесс Менее протяженный По сроку В сравнении с группой контроля Скорее очевидно Что это вызвано тем Что твердая мозговая оболочка Видимо организму человека И клеточные реакции Которые наступают уже в ранние сроки Они за собой Если так можно сказать Тащат И весь остальной каскад Иммунно-репаративных реакций И стимулируют регенерацию В целом в этой зоне На основании результатов Мы можем сделать следующие выводы Что во всех случаях Применения пластического материала Аутотрансплантата Твердой мозговой оболочки При хирургическом лечении Рецессии десны Оправданно устанавливать его Суппериостально В области Рецессии десны В области Оголенного корня зуба Формируя полнослойный лоскут Острым методом Скальпелем А не распатором Для того чтобы сохранить всю надкосницу А именно комбиальный ее слой Состоятельным Равномерно воскулиризованным Сохраняя трофику и питание Слоя надкосницы И способного к регенерации При этом использование Твердой мозговой оболочки Предпочтительно Ввиду индукции осификации Восстановление создания объема Костной массы Замыкающей пластинки альвеолы Вестибулярно оказывает поддержку Мягким тканям Почему и не происходит рецидива После хирургического лечения А связка зуба Формирующаяся повторно После хирургической травмы В комплексе Удерживается волокнами коллагена Эластина Плотно прилегая И формируя Новый комплекс тканей Прикрепленной десны И маргинального края десны Которая находится на новом Перемещенном уровне Коронально Образование в зоне установки Твердой мозговой оболочки Комплекса Костной и соединительной ткани Определяет стабильность результата Поэтому речь идет Не об образовании Только костной Или только соединительной ткани Во всех случаях мы наблюдаем Формирование Именно комплекса тканей Который удерживает Результат Лечения поддерживает И при наличии адекватной функции Соответственно стабилизирует результат Ну и при отсутствии Факторов травмирующих Соответственно и клинический И функциональный И эстетический результат Они одинаково стабильны В долгосрочной перспективе Без осложнений и рецидивов Твердая мозговая оболочка В измельченном виде Может быть так же использована Как пластический материал Чему будут посвящены Дальнейшие исследования Клиническая часть их уже выполнена И мы наблюдаем везде Очень хороший результат Но пока работаем Только с включенными дефектами Либо выполняем пластику В области имплантата Поэтому перспективы Применения твердой мозговой оболочки В измельченном Размолокненном виде При костных дефектах И при направленной тканевой регенерации Огромные И вот вся эта работа Только на самом деле начинается Благодарю вас за внимание Надеюсь, что Любым удобным образом Вы сможете задать ваши вопросы И уточнения По теме доклада По Данак Публикации Статья На английском языке Того же коллектива авторов В Ташкентский медицинский вестник И мы ожидаем публикации В октябре 2020 года Будем держать вас в курсе Спасибо вам Всего доброго Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok